Поэтому рекомендую, если вы с компьютера, чтобы потом не пересматривать запись, сразу открыть ваши сайты на тильде и сразу туда добавлять какие-то элементы, которые я буду показывать. Но у нас с вами 17.00, у меня 16.00 по Москве, поэтому сразу мы с вами стартуем, я включаю вам экран и мы с вами будем смотреть сегодня такой тестовый сайт, абсолютно простой шаблон, который я сегодня взяла для того, чтобы на нем тренироваться. Уже не рассказываю, откуда мы взяли шаблон, из чего он состоит, какие там элементы у нас, по этому поводу уже были встречи, их можно посмотреть в записи, если вы пропустили. Сегодня мы с вами смотрим только на настройки. Итак, первая важная настройка, первый шаг для того, чтобы докрутить ваш сайт, это шаг, связанный с непосредственно описанием. Значит, давайте буду показывать, я надеюсь, что вы видите мой экран, все настройки, связанные с описанием, у нас с вами всегда в панели администратора, я напоминаю, что она выглядит таким образом, у меня здесь несколько сайтов, разные папки и прочее, но мы тестируем вот на каком-то новом сайте, у которого есть название универсальная бизнес-страница. Это название появилось, когда я выбрала какой-то шаблон, и абсолютно логично, что мне хочется, да, спасибо, Александр, что мне хочется это название поменять и добавить некое свое описание, где я это могу сделать. Я это могу сделать, когда я навожу стрелку вот на свой сайт, и вот здесь у меня есть кнопка настройки, я перехожу в нее, и пока что меня интересует вот эта первая вкладка, которая называется «Главная». Мы с вами здесь видим, что здесь есть три важных элемента. Первый – это заголовок вашего сайта, и второй – это описание вашего сайта. Почему важно? Чем заголовок отличается от описания? Заголовок – это то, что видит человек в строке браузера, когда он загружает ваш сайт. Ну, например, если вы сейчас видите, что у меня открыто в строке браузера, Google календарь открыт, мы с вами видим, что здесь написано «Гугл календарь» неделя 14 марта 2022. Вот это и есть наш с вами заголовок сайта. То, что мы напишем сюда, будет помещаться вот здесь в строке браузера. Поэтому, с одной стороны, не хотелось бы, чтобы вы сюда писали там «автономная некоммерческая организация, развитие местных сообществ, гражданских инициатив», потому что никто этого никогда не увидит. Здесь достаточно, на самом деле, двух каких-то базовых слов. Ну, я не знаю, давайте на примере заголовок у меня будет «тестовая страница». И, соответственно, описание сайта – это то, что увидит человек, когда вы прикрепляете какую-то ссылку куда-то в мессенджеры, в социальные сети, и она у вас подтягивается к посту. Человек у нас с вами видит заголовок сайта и видит описание, о чем этот сайт. И вот здесь уже, на самом деле, вы можете не ограничивать себя тремя словами, то есть здесь вы можете написать расширенное описание даже из трех-четырех предложений. Более того, как только ваш сайт попадет в поисковую выдачу, и люди в Гугле или Яндексе будут искать вашу организацию, как вы помните, у нас с вами в поисковой выдаче есть всегда заголовок сайта и есть всегда описание. Вот как раз то, что вы сюда напишите, почему важно не оставлять это пространство пустым, потому что в том числе по этим словам поисковая система индексирует ваш сайт. Поэтому здесь уже вы можете написать, что это сайт, здесь уже вы можете разойтись пером по древу, автономной некоммерческой организации, ромашки и букашки, что-нибудь, какой-нибудь ваш девиз или миссию, создаем комфортные общественные пространства, комфортные общественные пространства. Все, у меня русский поплыл для приятных людей и еще что-нибудь, ура, присоединяйтесь к нам. Вот, то есть, в принципе, достаточно трех предложений. Помните, что описание сайта – это тоже некая такая рекламная площадь, потому что, поскольку вы с заголовком и с описанием вываливаетесь и в поисковой выдаче, и вываливаетесь в мессенджерах, в принципе, если вы здесь уже зададите какую-то историю про то, почему важно к вам прийти на сайт и что на нем будет происходить, если это сайт на мероприятие, то здесь логично было бы поставить дату, место проведения, кого вы ждете. То есть, в принципе, у нас с вами это пространство рабочее абсолютно, и поэтому не нужно о нем забывать, и когда вы сделали какой-то свой сайт, организация или мероприятие, обязательно первым шагом вот добавьте, описание. Все. Дальше про адрес страницы здесь понятно, мы сегодня про это не говорим, что вы можете задать любой адрес своей страницы, чтобы не было вот так вот силовместе.ru page 26355841. Ну, например, у нас с вами это какая-нибудь там тест ОНО, да, вот, например. Все, сохранить изменения. Вот, это первый шаг, о котором мы с вами сегодня хотели поговорить, обязательно мы с вами добавляем описание. Теперь, что еще нам важно помимо описания? Мы с вами сохранили настройки, и сейчас давайте, кстати говоря, я нажму опубликовать, и мы с вами проверим, что вот этот заголовок сайта под названием тестовая страница, он вот здесь вот появился. То есть, до наших изменений у нас вот здесь вот в строке браузера это все называлось универсальная бизнес-страница, теперь называется таким образом, как мы с вами обозначили, тестовая страница. Все. Следующая настройка, второй шаг, дополнительных настроек, это бейджик для соцсетей, так называемый. Мы с вами переходим сюда же в панели администратора, нажимаем кнопку настройки, и страницу главную мы уже изучили с вами, посмотрели. Теперь нас интересуют вот эти две страницы, бейджик и соцсети. Давайте к ним перейдем и начнем со страницы бейджик. Что такое бейджик? Вот если вы помните, когда вы размещаете опять-таки какие-то ссылки в мессенджерах или в социальных сетях, и они подтягиваются к посту, они могут подтягиваться либо текстом, то есть заголовок и описание, либо просто ссылка, если вы удаляете вот это подтягивание, либо еще прикрепляется фотография. Поэтому сюда, в принципе, понимая опять-таки, что это ваше некое рекламное пространство, это площадь такая для привлечения внимания вашей аудитории. Сюда можно, в принципе, загрузить какую-то афишу, на которой будет написано, если это мероприятие, то будет написано, как оно называется, когда оно проходит и так далее. Там вы можете разместить логотипы ваших партнеров. То есть, в принципе, мы сюда можем пригрузить с вами любую JPEG-картинку. Если мы этого не сделали, то у нас автоматически на бейджик подтягивается та картинка, которая стоит на сайте на обложке. Вот если вы обратите внимание, у нас на сайте на обложке стоит вот эта вот прекрасная девушка, которая что-то рисует, она автоматически подтягивается на бейджик. Но как бы, если вы разместите свою ссылку сайтом где-то и подтянется картинка, которая в себе ничего не несет, я не знаю, конечно, с одной стороны, вы можете себе это позволить, а с другой стороны, неплохо было бы сюда что-то повесить и с вашим логотипом, да, разместить какую-то афишу и так далее. Меняется это изображение очень легко. Мы нажимаем загрузить файл и просто загружаем сюда любую картинку, какая у вас есть. Ну, я не знаю, у меня что-то под рукой. Не сильно много картинок. Ну, давайте вот такую вот. Я сейчас загружу картинку, которая мне попалась. И мы с вами видим, сейчас посмотрим, нажму сохранить изменения. И у меня не самый быстрый интернет, к сожалению, но я надеюсь, что у нас с вами картинка изменилась и чуть позже она у нас с вами сюда подтянется в том числе. Итак, возвращаясь я сюда в настройки, смотрю, ну да, пока не подтянулась. Пока не подтянулась у меня, но ничего страшного, это не значит, что не подтянется у вас. Еще раз повторю, у меня не самый быстрый интернет. Давайте еще раз попробуем какую-нибудь другую картинку подгрузить. Возможно, дело в том, что просто... А, ну все, вот, смотрите, чтобы не быть голословной, что картинка действительно меняется. Я нажимаю сохранить изменения. И, соответственно, перехожу обратно вот сюда в настройки. Мы с вами настроили бейджик. И давайте еще с вами посмотрим такую вкладку, как соцсети. Здесь мы с вами увидим, как ваша ссылка будет отображаться в соцсетях и мессенджерах. Вот таким вот образом она будет отображаться теперь после всех настроек. Смотрите, бейджик, который мы с вами подзагрузили, наш заголовок, да, тестовая страница. И вот как раз описание, о котором я вам говорила. То есть если мы сейчас эту ссылку вышлем кому-нибудь в мессенджеры, им придет вот такой вот вариант про сайт автономной некоммерческой организации «Ромашки и букашки». Если вам что-то не нравится, мы с вами нажимаем «Настроить отображение в социальных сетях». И сюда мы можем уже внести изменения. То есть у нас автоматически сюда подтянулся заголовок и описание. Но если нам что-то не нравится, мы можем просто изменить, да. Изменить опять-таки картинку бейдж поменять. Можем изменить адрес страницы. Дальше пока глубже в настройки мы с вами не лезем. Вот нам пока что вот этого достаточно. Вот. Ну и, соответственно, я напоминаю, что после всех изменений, которые вы внедрили, мы всегда нажимаем «Публиковать» для того, чтобы эти изменения, собственно, появились вообще в жизни, проявились. Поэтому, если у вас уже есть все ваши сайтики, просто пройдите вот по вот этой вкладке «Настройки», перепроверьте главное, перепроверьте бейджик, перепроверьте соцсети, как у вас все это выглядит. Все, это наш с вами второй шаг. Теперь третий шаг, который мы с вами посмотрим, это ключевые слова. Пока что мы здесь же в панели администратора переходим на ту же самую кнопку «Настройки». И давайте посмотрим на следующую четвертую по счету вкладку, которая называется «Сео». отображение в поисковой выдаче, ну и настроить отображение в поисковой выдаче. Значит, смотрите, поисковая выдача – это что? Это наши с вами поисковики, да? Ну, Google и Яндекс самые популярные, кто-то пользуется другими. Соответственно, как только кто-то ищет сайт «Ромашки и букашки», он в Яндексе будет выглядеть вот таким вот образом. То же самое. Если вы хотите, чтобы в описании у вас было одно, в соцсетях было другое, а в поисковой выдаче третье, вы везде можете задать разные заголовки, и вы везде можете задать разные описания. Вот, то есть вы можете, понятно, что здесь автоматически сейчас подтянулась заголовка из описания, но вы сюда можете добавить, собственно, что угодно, поэтому этим тоже нужно пользоваться. Соответственно, почему я открыл эту вкладку, я хочу обратить ваше внимание на вот этот вот дополнительный пункт «Ключевые слова». Значит, смотрите, ключевые слова – это то, по каким словам вас будут выдавать поисковые системы. Например, сюда, да, вы можете написать «НКО», «Лидер НКО», «Социальное проектирование» через запятую мы с вами пишем. Не знаю, там, свою имя, фамилию можно написать, там, Ольга Симон или Симон, Оль, прости меня, я до сих пор не выучила. И, значит, «Богатол», допустим, да, свой город, «Лидеры Богатола», «Обучение фандрайзингу». То есть, в принципе, вы сюда можете вписать по факту то, с чем вы себя ассоциируете, чтобы люди, которые заходят в Яндекс или в Гугл и пишут обучение фандрайзингу в «Богатоле», им выдавался ваш сайт. Вот, то есть, я вас вообще очень сильно прошу на всех ваших сайтах тильды зайти прописать ключевые слова. Прямо можете их себе отдельно где-то прописать и потом просто вот скопировать вот этот текст и зайти внутрь каждого сайта отдельно вот прям «КОТРЛ-Ц», «КОТРЛ-В» вставить. Вот, соответственно, да, пишем «Сохранить изменения» и обязательно публикуем. Они входят в жизнь не сразу, то есть не так, что вы после этого зашли в Яндекс, написали обучение фандрайзингу в «Богатоле» и вдруг выявилась ваша страница. Безусловно, на это нужно время. Вы не факт, что станете там в поисковике номер один, но в принципе хотя бы в поисковике ваша страница по ключевым словам начнет потихоньку индексироваться. Сегодня не говорим про то, как работает SEO, про то, что нужно дополнительно писать тексты, материалы и прочее. Просто говорим про то, что хотя бы это элементарная базовая вещь, которую вообще хорошо бы у себя на всех сайтах прописать. Вот, это третий шаг, который нужно сделать, я считаю. Шаг номер четыре. Как еще добиться дополнительной индексации, чтобы ваши страницы сайтов находились в поисковой выдаче. Это мы уже делаем внутри самого сайта, поэтому я перехожу внутрь сайта. И я напоминаю, что у каждого блока появляется у нас с вами всегда такая вкладка, как «Настройки». Видите, у обложки появились настройки, вот здесь появились настройки, здесь появились настройки. Давайте на простом примере. То есть вот здесь вот у меня, например, заголовок моего сайта, оно «Богатол, лучший город», допустим, у меня называется, моя демократическая организация. И смотрите, я перехожу в настройки. Сейчас вот внимательно посмотрите, пожалуйста, какая именно настройка нас интересует. Нас интересует с вами настройка, я листаю вниз, называется «SEO тег для заголовка». Пожалуйста, просмотрите все свои сайты, чтобы у каждого сайта были настроены теги для заголовка. Теги у нас с вами бывают нескольких типов – H1, H2, H3, D, I, V. Нас с вами интересует, чтобы у каждого сайта хотя бы стоял тег H1. Хотя бы. Что такое тег H1? Тег H1 – это самый главный тег. То есть я говорю о том, что заголовок, который именно вот в этом блоке, то есть оно «Богатол, лучший город», это самый важный заголовок на этом сайте. Я ставлю тег H1. И, соответственно, он будет индексироваться лучше всего в поисковой выдаче. То есть когда человек будет писать «Богатол», у нас с вами словосочетание «Оно, Богатол, лучший город» автоматически теперь индексируется. И по слову «Богатол» оно начинает появляться в поисковой выдаче. Если мы этого не проделали, у нас с вами этот сайт не появляется в поисковой выдаче по словосочетанию «Богатол», «Оно, Богатол, лучший город» и так далее и тому подобное. Вообще на страницах рекомендуется ставить один тег H1. И, в принципе, дальше любое количество тегов H2 и H3. Но я вам хочу сказать одну очень важную вещь. Вот смотрите, я пишу «Сохраните, закрыть». Давайте смотреть. Теги ставятся только на заголовки. То есть вот здесь вот заголовок «Оно, Богатол, лучший город». Давайте так. У этого блока заголовка нет, поэтому сюда смысла тег ставить вообще никакого нет. У этого блока заголовка нет, сюда не нужно тегировать этот блок. У этого блока есть заголовок «Наши услуги», но смысла тегировать его нет. Что такое «Наши услуги»? Что за словосочетание «Наши услуги»? Вы же понимаете, сколько вообще в мире существует миллионов сайтов, в которых есть сочетание нашей услуги, то есть оно не несет в себе никакой неуникальности, и здесь, соответственно, либо мы его не тегируем, либо мы сюда что-то дописываем про, не знаю, вот так вот, услуги Оно, Боготол, лучший город, предположим, да. И теперь тогда есть смысл перейти в настройки, и тут вообще, а, вот, SEO-тег для заголовка, и поставить тег H2, H1 мы уже не можем ставить, потому что мы хотим, чтобы, в принципе, тегировалось Оно, Боготол, лучший город, мы ставим тег H2, сохранить. И вот так вот мы по блокам можем просмотреть, что мы можем с вами протегировать для того, чтобы лучше выдаваться в поисковиках. Ну и не забываем наши изменения опубликовать. Все, это четвертый шаг настроек, который я вам рекомендую тоже сделать. Шаг номер пять, давайте я вот вернусь, наверное, в нашу панель администратора, ну и чтобы ничего не ломать вот здесь, я чуть-чуть поднимусь выше, в принципе, создам, наверное, создать новый сайт, тестовый. И просто следующая настройка, которую я вам хотела показать, она бы сломала мне все сайты силы вместе, у нас там больше 80 страниц, поэтому я сейчас быстренько создам что-то новенькое. Что-то новенькое, сохранить и продолжить. Все, смотрите, значит, мы с вами находимся в панели администратора, и теперь уже заходим не в настройки страницы, а заходим в целом в настройки сайта. Вот еще раз повторю, вот здесь есть настройки конкретной страницы, а внутри тильды, напоминаю, внутри одного сайта у вас может быть 500 страниц, у каждой из 500 страниц свои настройки, но у всего сайта, в котором лежит 500 страниц, настройки общие, единые, и они находятся вот здесь, настройки сайта. Я перехожу сюда, и пятый шаг, о котором я сегодня хотела поговорить, это как раз наши с вами шрифты и цвета. Это общие шрифты, которые применяются ко всем страницам внутри одного сайта, и общие настройки по цветам. Значит, если вы уже немного разбирались в своих сайтах на тильде, наверняка вы уже были в этой настройке, наверняка вы уже пробовали своим сайтом задавать какие-то принципиально разные шрифты. Давайте я вам просто покажу на примере. Вот, и сайты, и группа сайтов Сила Вместе, и группа сайтов Клуб Фондрайзеров сделаны на тильде. Но вы сейчас увидите, что здесь принципиально разные шрифты. Так, секундочку, сейчас перезагружусь, потому что не подтягивается, как будто бы. Все. Обратите внимание, какой шрифт здесь. То есть, видите, он чуть такой, как будто расширенный, да, такой пухлый такой, да, какой-то шрифт, раскатистый, да, такой как бы объемный. И если мы будем гулять с вами по страницам Клуба Фондрайзеров, ну, я не знаю, давайте куда-нибудь зайдем там, ну, допустим, там, Клубный абонемент. Мы видим с вами, что шрифт из сайта в сайт один и тот же. И достаточно было настроить один раз этот шрифт для того, чтобы он вываливался на каждом сайте. Но при этом, вот запомнили, да, какой шрифт, при этом смотрим на наш же сайт Сила Вместе и смотрим, что здесь он наоборот такой, да, как бы собранный, узкий, больше вытянутый в длину. Ну, и если мы с вами погуляем по, например, сайтам Сила Вместе, мы с вами увидим, что здесь есть некая преемственность и что здесь вот этот вот сплюснутый, вытянутый такой удлиненный шрифт, он у нас с вами переходит из сайта в сайт. И на это уже не нужно делать дополнительные настройки, потому что мы один раз выбрали систему шрифтов для всех ваших страниц внутри одного сайта. Вот, и, соответственно, вам просто нужно понять, какие шрифты вам симпатичнее. Здесь есть классический набор шрифтов. Я не буду проваливаться в расширенные настройки, потому что шрифтов вообще сотни. И вы можете выбирать из сотен разных существующих шрифтов. Попробуйте хотя бы для себя выбрать вот из вот этих вот уже существующих, да. Ну, например, давайте я вот такой вот возьму Playfair. Я пишу выбрать. Он мне говорит, окей, как бы все выбрано. И здесь я могу задать тоже дополнительные настройки. Какая насыщенность у текста. Ну, например, мне нужна нормальная. Какой размер текста в стандарте 24-й. Насыщенность заголовков, например, мне нужна жирная. И, например, цвет заголовков я хочу, чтобы у меня всегда был красный. Цвет текста всегда, чтобы был черный. Цвет ссылок я хочу, чтобы у меня был, например, темно-зеленый. А цвет фона страницы всегда был белый. Все. Я пишу сохранить изменения. Сохранить изменения. И, соответственно, закрыть. Теперь, во-первых, мы с вами на существующей странице видим, что у нас с вами меняется. Вот давайте пример. Смотрите, какой у нас до этого был шрифт. Обратите внимание, пожалуйста, на вот эту вторую строчку. И какой теперь у нас с вами стал шрифт. То есть, во-первых, шрифт автоматически поменяется на всех ваших страницах, уже существующих. Соответственно, на новых страницах он уже тоже будет новый, что логично. И, значит, давайте мы с вами протестируем. Например, создадим какую-нибудь новую страничку и протестируем, насколько там соблюдаются те правила, которые мы задали сейчас с вами для заголовков. Ну, например, мы хотим вот такую вот сделать штуку. Заголовок, шрифты, настройки. Видите, автоматически у меня заголовок теперь всегда публикуется красным, потому что я в настройках сказала, что хочу, чтобы он был красным. Например, да, это мой корпоративный цвет. Шрифт мы с вами видим, что да, уже как бы вот этот вот новый измененный. И, соответственно, давайте попробуем какую-нибудь сделать ссылку, протестировать, какого цвета теперь у нас с вами будет ссылка. Выделяю я какой-нибудь текст и вот здесь вот в текстовом редакторе нажимаю на слово «Ссылка». Укажите ссылку, указываю. Применить. Смотрите, у нас с вами ссылка автоматически стала зеленой, потому что мы с вами прописали в настройках сайта, что теперь на всех страницах этого сайта все ссылки будут зелеными. Допустим, нам не нравится зеленая. Можем ли мы прямо здесь только эту ссылку поменять? Пусть все остальные остаются зелеными, но мы хотим, чтобы именно это было синее. Мы нажимаем на нее и пишем «Редактировать». И вот здесь есть окно «Цвет и стиль ссылки». Давайте перейдем. И мы, например, хотим, чтобы текст все-таки был у нас с вами синий, а не зеленый. Мы выбираем синий и пишем «Применить». Все, видите, у нас поменялся на синий цвет, но также при этом же это осталось по-прежнему ссылкой. Сейчас мы опубликуемся и проверим. Опубликуемся и проверим. Да, нажимаем. Все, это у нас рабочая ссылка. У нас переходит на тот сайт, который мы с вами установили. Итак, это пятая настройка, на которую я тоже вас призываю обратить внимание. Неплохо бы сразу выбрать для своих сайтов единые шрифты, единый цвет заголовков, единый цвет ссылок, чтобы вы как-то смотрелись из страницы в страницу, не в разнобой, хотя бы примерно ощущалось, что это одна и та же организация, просто это разные страницы их проектов. Теперь дальше. Пятый шаг я вам сказала. Давайте посмотрим шестой шаг. Это некие SEO-рекомендации. Допустим, вы прописали все, что я вам сказала, поставили теги для заголовка внутри блоков, описали ключевые слова, сделали бейджик для страницы, главную описание. Но вот вам хочется себя проверить, насколько вообще все ваши страницы грамотно сделаны. Мы с вами заходим в настройки сайта, и вот здесь нас интересует вот эта вкладка SEO. И здесь есть такая штука, называется SEO-рекомендации. То есть Тильда сама за вас анализирует, появились ли вы в поисковой выдаче, все ли вы расставили теги. То есть после того, как вы проделали эту работу, вы можете перейти сюда и нажать кнопку «Посмотреть». И, соответственно, по каждой вашей страничке, смотрите, у нас пока с вами две страницы тестовых, которые мы создали. Он говорит нам что? Он говорит, что отсутствует тег H1, который мы уже научились делать, и отсутствует тег H1, и задайте ЧПУ. Соответственно, можно нажать на эту кнопку, если мы не понимаем, что он от нас входит. и хочет, и мы смотрим, что ЧПУ – это человекопонятный адрес страницы, то есть нас просят заменить все-таки там page 4652188 на что-то, да, там вебинар, название вашего проекта и так далее. Вот, то есть, в принципе, это такой шестой шаг после того, как вы сделали все свои настроечки, чтобы Тильда за вас еще проверила, все ли вы, в принципе, учли, и сможете ли вы тогда продвигаться в поисковой выдаче. Вот, рекомендую на это тоже обращать внимание шестым шагом. Теперь давайте шаг седьмой, о котором я хотела с вами поговорить. Он называется «Шапка и подвал». Вот, давайте я вас верну на вот этот вот сайт «Сила вместе», и вы увидите, что в нем много разных страничек, но куда бы мы ни перешли, вот всегда будет одна и та же менюшка. Ну, вот смотрите, например, вот это отдельная самостоятельная страница с отдельным адресом сайта, да. Соответственно, допустим, вот «Желтый чемодан» у нас, такая программа для тренеров, это тоже отдельная страница с отдельным каким-то сайтом. Но как нам собрать вот эту логику, чтобы на каждой странице не делать вот это отдельное меню, чтобы оно всегда на всех страницах нашего сайта высвечивалось в абсолютно одинаковом стиле. Для этого у нас с вами есть настройки под названием «Шапка и подвал». Давайте посмотрим на эти настройки. Мы переходим с вами обратно в нашу панель администратора, и нам нужно создать новую страницу сайта. Вот давайте я пишу «Создать новую страницу», выбираю пустую страницу, и меня интересует только один-единственный блок, я вот сюда нажимаю на все блоки, и ищу раздел «Меню». Меня интересует только менюшка, я хочу сделать, чтобы у меня на всех сайтах была одинаковая менюшка, выбираю любой шаблон, который мне интересен, ну давайте вот выберу вот этот, потому что он подгрузился, а остальные пока что нет, и здесь я меняю контент. Ну, например, вот здесь вот у меня будет там «Главное», вот здесь вот у меня будут «Вебинары», а вот здесь у меня пока ничего нет. И, соответственно, если человек нажмет на кнопку «Главное», то он перейдет, например, вот сюда, а если человек нажмет на кнопку «Вебинары», я вот нажимаю «Выбрать страницу», он перейдет вот сюда. То есть, смотрите, когда я нажимаю «Выбрать страницу», он мне подтягивает те сайтики, которые у меня уже созданы внутри одного, то есть, те странички, которые вы как раз хотите развести по меню. Соответственно, здесь он ничего лишнего вам не предлагает, при этом вы можете увезти человека и куда-то во внешний мир, то есть, вы видите, что вы можете самостоятельно сюда вписать какую-то ссылку, на YouTube вставить еще куда-то, но тогда я не вижу смысла, если честно, в этом меню, потому что, ну, смысл сделать меню сквозное, в котором уводить с меню человека на, не знаю, YouTube или группу ВКонтакте, это можно сделать в подвале, прикрепить ваши соцсети. Меню должно соединять все страницы, созданные внутри вашего сайта. Вот, поэтому, конечно, когда у вас их будет много, вы можете делать двухуровневые меню, да, вот, например, видите на этом примере двухуровневые. Вот это первый уровень меню, это второй, первый уровень, второй, первый уровень, первый, второй, первый, второй, 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 первый, второй, 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 второй. Вот, то есть, в принципе, также вы можете играть с разными типами, у нас вот здесь оно выезжает, но мы с вами решили сделать немножко по-другому, давайте пишем сохранить и закрыть, и пишем с вами опубликовать, допустим, называем страницу меню, сохранить и продолжить, такой адрес уже занят. Ну, ладно, не будем сейчас вспоминать, где он у нас уже был занят, вот так вот попробую сделать, все, хорошо, вот у нас появилась страничка с менюшкой, вот так вот она выглядит, больше мы на ней не публикуем ничего, ничего. Теперь наша задача – эту менюшку привязать ко всем уже существующим страницам. Как мы это с вами делаем? Мы заходим с вами в нашу панель администратора и, значит, переходим в настройки сайта. И здесь есть такая штука, называется «Шапка и подвал». Мы нажимаем на «Шапку и подвал», и он говорит «Назначьте шапку». И здесь мы как раз выбираем нашу… Ага, что-то я пока ее не вижу, сейчас дайте-ка секундочку, я проверю. Наверное, вот наша менюшечка. Менюшечка. Я сейчас переименую, видите, потому что у меня странички стали называться одинаково, и уже даже, имея всего три странички, уже мы путаемся внутри настроек. Мы возвращаемся в настройки сайта «Шапка и подвал», «Назначить шапку», «Меню». Все. Сохранить изменения. И чтобы изменения вступили в силу, нам нужно нажать вот эту кнопку «Опубликовать все страницы». Пока у вас страниц мало, вы можете вручную вот так вот опубликовать, там, допустим, две у вас страницы, да. Но когда у вас будет страниц 80 внутреннего сайта, даже 5, даже 10, достаточно нажать вот эту кнопку «Опубликовать все страницы», и они автоматически все там переопубликуются. То есть не 10 раз нажимать эту кнопку на каждой страничке, а всего лишь один. Все. Закрыть. И давайте мы с вами проверим теперь, как это работает. Перейдем на нашу страницу. И мы с вами сейчас увидим, что у нас появилось вот это вот менюшечка. Видите, я нажимаю «Главное» происходит одно, нажимаю «Вебинар» и происходит другое. Вот я между своими страничками сделала такую менюшечку, и теперь она у нас с вами работает. Все, я вас с этим поздравляю, мы научились делать меню. То же самое мы с вами делаем с подвалом. Мы создаем с вами, видите, у нас менюшка ушла в отдельную такую штуку, называется «Шапка и подвал», и теперь она всегда лежит здесь. Теперь нам с вами нужно сделать подвал. Что такое подвал, как он выглядит, я думаю, вы понимаете. Но давайте на примере покажу наших сайтов клуба фандрайзеров. Это вот такая вот штука внизу, где мы тоже разводим человека на какие-то дополнительные штуки, даем ему социальные сети. Не знаю, ну давайте, допустим, зайдем на страницу услуги прямо отсюда, человек может зайти, и видите, что подвал не меняется. То есть он тоже из страницы в страницу остается одинаковым, что позволяет показать, что в принципе это все один ваш большой сайт, а не просто какой-то набор несвязанных витающих в воздухе страниц. Для того, чтобы сделать подвал, мы таким же образом создаем с вами новую страницу внутри нашего сайта, выбираем пустой шаблон, нажимаем на кнопку «Все блоки» и ищем, где у нас с вами подвал. Вот он. Нам вываливаются разные варианты подвала, мы можем посмотреть, какой нам нравится, поскольку у меня долго подгружается, я выберу любой, например, вот такой вот. И вот здесь вот я уже захожу в настройки контента, и уже здесь человека могу на что-то там куда-то там двигать. Я могу логотип сюда прикрепить, какие-то пункты меню могу вот здесь вот дописать, тоже сделать их активными, прикрепить к ним ссылки. Но давайте пока что опубликуем вот так вот, просто для того, чтобы я вам показала, как теперь этот подвал настроить на всех наших с вами существующих страницах. Я называю подвал, чтобы не запутаться. Перехожу опять туда же, где мы с вами настраивали шапку. Это у нас с вами в панели администратора кнопка настройки сайта. И раздел «Шапка и подвал». Все, мы шапку назначили, теперь назначаем подвал. Вот у нас подвал. Сохранить изменения, и вы уже у меня умеете одним, так сказать, движением мышки публиковать все страницы, чтобы не по очереди каждую. Ну и давайте проверим. Значит, у нас по-прежнему с вами сохраняется менюшка. Я листаю вниз, что у нас там происходит, и вы видите, что у меня появился подвал. Соответственно, давайте перейду на другую страницу, на вторую, и посмотрим, появился ли подвал у нее. Да, появился. Все, вот таким вот образом, такую настройку я тоже вам рекомендую сделать, когда у вас появляются разные-разные странички, и вы уже хотите как бы такой показать людям многостраничный сайт, на котором рассказано о ваших проектах, на котором там есть какие-то записи, отдельные мероприятия и прочее, прочее. Вот, я считаю, вот на сегодня вот этих нам с вами настроек достаточно. Если будет актуально, сделаем еще дополнительную встречу по новым настройкам, чтобы каждый раз вы дорабатывали, дорабатывали, дорабатывали какие-то базовые вещи на своей тильде, улучшали ее, тем более она остается с нами, это хорошие новости. По-прежнему пока что для меня это самый любимый конструктор практически без кода, если работать просто на блоках. Поэтому вас тоже призываю потихоньку его по возможности изучать и им пользоваться. Вот, у меня на этом все на сегодня. Если есть какие-то вопросы, можно их задать, написать в чат, выйти голосом. Если вопросов нет, пойдем с вами отдыхать, проводить. Вечер, субботы, радоваться жизни. О, все, давай, Оль, аминь. Все, обнимаю, целую. Да, Оль, спасибо вам. Потихоньку работайте над сайтами, делайте. Желаю вам удачи. Мы должны с вами как-то быть все равно представлены в информационном пространстве, поэтому у нас есть возможность с вами сделать все аккуратненько, красивенько, без излишеств, без каких-то там доп. анимаций и прочее. Но в силу наших возможностей прилично выглядеть в интернете мы с вами вполне себе можем позволить. Всем еще раз хорошего вечера. Значит, также у нас на следующей неделе рафтинг дни. В понедельник у нас, Оля знает, Сережа Кобелев. Будем говорить про то, как быстренько сейчас пересобрать свою стратегию, на какие себе поотвечать вопросы и в какую сторону посмотреть. И в среду же тоже у нас Сережа Кобелев. Это руководитель продуктовых команд «Точка банка». Вообще эксперт финтехи, в принципе. Поэтому приходите в среду. Будем говорить про приоритизацию. Тоже, если уже слышали, его видели, приоритизация нужна всегда, ежемесячно нужно себя проверять, где мы, что мы. Поэтому присоединяйтесь. Все также будет в чат-боте, ссылки, информация и так далее. И запись будет там же. Все. Вера, спасибо вам. Хорошего вечера. И до встречи в понедельник. Пока.